Открытый урок на тему женского здоровья провела в Республике главный акушер-гинеколог России Лейла Адамян. Эта тема была посвящена научно-практическая конференция. Президент Общества репродуктивной медицины, вице-президент Ассоциации гинекологов-эндоскопистов России, автор 17 изобретений и многочисленных трудов в области гинекологии, практикующий хирург и главный акушер-гинеколог России. За свою жизнь Лейла Владимировна провела не одну сложнейшую операцию. И все же, считает она, оперативное вмешательство – это крайняя мера. Любую болезнь можно предупредить. Поэтому так важно не пренебрегать визитами к специалисту. Но самая большая задача и самый главный результат – чтобы каждый человек, услышав нас, понял, что он отвечает не только за свое здоровье, не только за свой очаг. Модельство будет счастливое, юность будет радостная и плодовитая, а наша старость будет в радость. Здоровье женщины – это не только ее здоровье, но и качество жизни будущего поколения. Эта мысль так или иначе звучала в выступлениях всех участников конференции. Чтобы быть мамой, нужно о своем здоровье беспокоиться с самого детства, с самого младенчества. То есть мамочка должна о ребеночке своем заботиться, зачатие этого ребеночка. И обязательно отец должен быть здоров. Репродуктивному здоровью населения Чувашии будет посвящен весь следующий год. Указом главы республики он назван годом матери и отца. Семейные ценности, ценности матери и отца, они очень важны. В любом цивилизованном государстве действительно подчеркивается важность и значение матери и отца, поскольку это является залогом успеха, залогом развития и развития наших с вами детей. Сохраняя традиционные семейные ценности, сказал глава республики, мы улучшаем демографические показатели. Создаем благоприятные условия для полноценного развития детей. Конференция прошла в канун Дня матери. В дальнейшем вот эти открытые лекции для нашего населения будут по всем специальностям. И поверьте, тогда мы будем намного образованнее с позиции знаний здравоохранения. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика.